Всем привет! Я только что вернулась в предпоказы отряда самоубийц, который выходит, кстати, сегодня. И я хотела поделиться своими впечатлениями. Это, конечно, не будет обзор, потому что обзор нельзя снять сразу после просмотра фильма. Но просто хотела поделиться с вами какими-то мыслями относительно первого просмотра. И, во-первых, говорю, что да, спойлеры, конечно, будут. Но если вы просто думаете идти-не идти, идти в кино или подождать, я говорю, что идите, конечно, в кино. Но это того стоит. Более того, вот я хотела сейчас в Ваймакс в Каро на Комендантском. Мне понравилось. Мне очень повезло с билетами. Они были прямо посередине зала. И это тоже, конечно, добавляет, потому что я как-то была в Ваймакс на Бэтмене на первом ряду с краю. Худшее решение моей жизни, мне кажется, было. Все, теперь я буду говорить про сопротивления, про саундтрек, костюмы, актеров. Так что лучше этого не слушать. Идите посмотрите сначала фильм «Возвращайтесь сюда» и будем говорить вместе в комментариях. Но пока впечатления по саундтреку. Саундтрек божественный. Давно в фильме не было такого крутого, уместного везде саундтрека. Единственное слово, которое мне приходит в голову, когда я слышу саундтрек к этому фильму, да и просто смотрю этот фильм, это badass. Актерский состав, мне кажется, потрясающий, абсолютно беспроигрышный. Я смотрела практически все интервью со всеми актерами, с режиссером перед тем, как посмотреть фильм. Практически на все роли изначально претендовали другие актеры. Были рассмотрены другие актеры, включая Харли Куин, включая Джокера. Но в итоге, поэтому, мне кажется, все как раз случается по причине, что все актеры получают свои роли в итоге. И что мы, когда смотрим, мы не можем представить, как кто-то еще мог бы играть эту роль так же. Вот. Так что актеры мне тоже безумно понравились. Что, кстати, не всегда такое бывает, особенно в фильмах про супергероев. Очень часто фанаты комиксов остаются разочарованными. Что, нет, они по-другому представляли себе актера. Что они считают, что кто-то должен быть более брутальный. Кто-то более, не знаю, высокий, накачанный. Всегда у фанатов комиксов свои какие-то представления есть. В принципе, когда, скажем, по книгам это делается. Но фанаты комиксов — это отдельная категория людей. Страшные люди. Костюмы. В частности, Харли Куин и Unchanges. Потому что они, собственно, выделяются больше всего. Но понятное дело, что костюмы такие, какие они в фильме. Именно потому что DC нужно соревноваться. Нужно быть хотя бы наравне с Марвел. И им нужно вот таким образом выделяться и привлекать их аудиторию. Костюмы не такие, как в комиксах. Костюм Unchanges вообще не похож на оригинальный костюм. Да, тот был тоже со своими выделяющимися частями. Но он был очень закрытый. То есть, вот, собственно, ее костюм. Он был вполне себе закрытый. Были штаны. Кару Дарелин просто голой чуть ли не оставили. Опять же, понятно, почему. Чтобы привлекать вот эту аудиторию. Самую ходовую. Харли Куин. Ну, немного, конечно, все же хотелось увидеть ее оригинальный костюм. Она, собственно, его и берет в какой-то момент. Единственное, они, конечно, показали буквально две секунды, как она его берет. Еще то ли в каком-то трейлере, то ли за сценой Behind the Scenes, то, что я смотрела видео. То ли еще где-то показано, как она берет. Такая что-то смотрит. И потом выкидывает его и берет, собственно, свой кусочек ткани красно-синий. Да. Ну, у меня нет с этим проблем, разумеется. Но это определенно привлекает внимание. Но мне лично было очень сложно над чем-то другим фокусироваться. По понятным причинам. Потому что это крупным планом на тебя идет. В центре кадра. Так что, конечно, выделяется. Кстати, у Marvel, я бы сказала, немного противоположная была ситуация. Что они, ну, также убрали оригинальный костюм. Но они его из невероятно сексуального, вот, оригинальный костюм Scarlet Witch, они сделали его просто обычным человеческим. То есть, обычная человеческая одежда. Так что здесь, конечно, я бы хотела, чтобы они сохранили оригинальный костюм. Потому что супергерой и их костюм это то, что идет вот так рука об руку. И нельзя это разделять, если вы снимаете фильм по конкурсу. Что мне не очень понравилось, это то, что они, вот, не в стиле DC. И вот нужно было им вставить любовную историю Джокера и Харли. Нужно было им вставить любовную историю Unchanges и Флага. Вот я вот всех этих подробностей, скажем, не помню из мультиков и комиксов. То есть, я не помню, точнее, чтобы насчет Unchanges и Флага я, в принципе, этого не помню. Но насчет Харли и Джокера, вот такого лично я не помню ни в комиксах, ни в мультике. Они вот явно добавили чуть-чуть вот этой щенячьей любви. И, конечно, такие моменты, когда, например, Улл Смит. Ты сохранил письма моей дочке. Я пойду с тобой. Я тебя помнесу на руках. То есть, такие моменты, когда ты думаешь, что лучше бы они вот минуту этого урезали. Но добавили момент, как Харли говорит Эль Диабло, что тебе воды. Вот такие моменты, которые... Да, мы видели их в трейлере, мы знаем, что они были. Но, то есть, вот лучше бы такие моменты добавили, чем вот эти ненужные абсолютно разговоры. Ну и в конце тоже момент, когда Эль Диабло уже такое все выходит и решается выпустить все свои силы. Вот этот разговор до этого, опять же, был не нужен. Мы и так знаем, что ты это сделаешь. Мы очень хотим увидеть, как ты это сделаешь. Так что лучше бы мы больше видели, как ты это делаешь, чем слушали, как ты говоришь, что ты это будешь делать. И, наверное, самый для меня лично провальный момент в плане текста, когда Харли склоняется на колени и говорит, что «Да, но есть одна проблема. Ты обидела моих друзей как-то так». Берет кинжал и убивает. Ранит, точнее, Enchantress. То есть, опять же, вот такие моменты, которые немного не в их стиле, не в стиле самих героев. И, главное, не в стиле DC. Ну и, конечно, то, что мне не могло не испортить весь стиль, в принципе, это русский перевод. Но лично я не могу смотреть фильмы в русском переводе в любви же, не слышать оригинальные голоса. То есть, я лично, вот даже во всех больших кинотеатрах, я за оригинальный перевод с субтитрами для людей, которые не знают английского языка. Потому что очень много слов по другому переводе. Благо, они хотя бы сохранили смех Джокера оригинальный, а не ставили его тоже переозвучивать, как тоже иногда бывает в фильмах. Но, да, мне кажется, это все мои такие вот свежие впечатления. Только что пришла час ночи. Вот первое, что я вам могу именно выдать. Всем советую, хотя, мне кажется, люди, которые думали посмотреть, они уже остались, ушли из начала. Ну, да, я определенно хочу посмотреть еще раз, но в следующий раз это будет только на английском, разумеется. Я не хочу больше смотреть на русском, потому что, ну, это уже не то. Это просто будет повторение того, что я посмотрела. А когда я посмотрю на английском, это будет просто новый у меня опыт заново. И, конечно, я жду режиссерскую версию. Молюсь, что она будет, молюсь, что она будет шестичасовая. Я хочу видеть все, что было снято, потому что это классный фильм. Вот просто крутой, крутой фильм. Невероятно развлекательный, оригинальный. Но мне очень интересно узнать, ваше впечатление от отряда самоубийц. Понравилось, вам не понравилось? Ображдались ли ваши ожидания или нет? Или у вас вообще не было ожиданий? Напишите, пожалуйста, все внизу. И вынесу вам завтра. Пока.